Дань уважения героям и ветеранам Великой Отечественной войны. На партизанской поляне провели митинг, посвященный международному автопробегу «Наша Великая Победа». 25 тысяч километров и 90 городов. За время международного автопробега участники побывали в городах-героях, городах воинской славы и городах, награжденных Орденом Отечественной войны первой степени. И в каждом городе они разворачивали копию Знамени Победы. 27 миллионов наших соотечественников пали на фронтах, были замучены фашистами, умерли от ран, голода и холода. И мы не имеем права придать забвению память о наших предках, сокрушивших немецко-фашистских захватчиков. За 4 года проекта к главному символу Победы прикоснулись тысячи людей разных национальностей, вероисповедания и социального статуса. Разворачивая эту копию Знамени Победы, мы вновь становимся единым, великим, многонациональным народом, одержавшим самую большую, самую великую в истории человечества победу над фашизмом. В каждом городе участники автопробега рассказывали о том, как Великая Победа ковалась усилиями всех народов Советского Союза. Но особая роль в ней принадлежит русскому народу. Проект «Наша Великая Победа» проводится по инициативе Всероссийской общественной организации «Боевое братство» при поддержке общественного движения «Антимайдан». Каждый раз, когда мы бываем у вас в области, в вашем крае Брянском, мы чувствуем, как с трепетом вы относитесь к тому, что на вашей земле ваши предки воевали с фашизмом. Они стояли, выстояли, и вы очень трепетно к этому относитесь. Копию знамени Победы в 200 квадратных метров развернули и на партизанской поляне. Участники автопробега надеются, что связь поколений не оборвется. Ведь оставаться равнодушным к Великой Памяти просто невозможно. Из Брянска автоколонна направится в Орел, а завершится международный автопробег в Москве. В День Победы участники автопробега пройдут в колонне «Бессмертный полк» по Красной площади. Кристина Костюченко, Павел Подобаев, телеканал «Рентовый Брянск».